В 2018 году самое хорошее у меня произошло то, что я на пенсию вышел. А я на работу устроилась. Мне каждое утро весело начинается. Я просыпаюсь вместе с детьми, пью кофе, заряжаюсь настроением, целую мужа. Я сегодня хочу сдать экзамен. Всем удачи, чтобы сдали экзамены. Самое главное, мне назначили пенсию. Хорошую пенсию. Заработал пенсию. За 73 годов работал. Красота. Скоро у нас вступит Новый год. Встретимся со всеми родственниками и отправляем его с друзьями. Добрый вечер, дорогие друзья. Спешу поделиться с вами хорошими новостями. Прошла всего неделя, а их вон сколько накопилось. Надо успеть все рассказать. Ну и самое радостное из них то, что до Нового года осталось всего ничего 4 дня. Недавно я беседовала с одним смышленым мальчуганом лет 6 и задала ему вопрос, какой праздник он любит больше всего. Свой день рождения или Новый год? И знаете, что сказал мне этот умный малыш? Конечно, Новый год. Ведь Новый год – это день рождения каждого человека. Что ж, давайте я скорее озвучу свои новости и заряжу вас хорошим настроением перед такими классными и долгими выходными. Итак, сегодня я изо всех сил буду поднимать вам новогоднее настроение. И начну, пожалуй, с прекрасного и сказочного. Яркое представление на льду, чудесная анимация и, конечно же, крутые подарки. Нижнекамск нефтихим вновь порадовал юных нижнекамцев. Несколько дней подряд в Ледовом дворце нефтихимарена царила волшебная атмосфера. Предлагаю вместе вспомнить, как это было. «Окунуться в мир чудес» помог мюзикл «На льду», «Белоснежка» и «Семь богатырей». Сюжет весьма необычный и завораживающий. Детям представление очень понравилось. Об этом можно судить по улыбкам и восторженным взглядам. А уж они-то точно не обманут. Мне очень понравилась королева, образы, их техника, как они катались. Очень было интересно. Сама постановка. Он был очень прикольный. Там делали сальто. Это очень было круто. Пришлись по вкусу ребятам и подарки. В этом году их наполнение действительно впечатляет. В нем есть игрушка, символ наступающего года. Удобный мешок для обуви со светоотражающими элементами. Настольная интеллектуальная игра для всей семьи. Глобус с подсветкой и, конечно, сладкие гостинцы. Настоящее волшебство развернулось и награды образующим предприятием Нижнекамск-Нефтехим. В преддверии Нового года сотрудники каждого подразделения нарядно украсили свои территории. Давайте вместе окунемся в эту чудесную атмосферу. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем. А веселые зверюшки молодь перевернули в дом. Завели веселый хороват, До чего смешал лесной народ. И не верилось, что все пройдет сказочным злом. Самые яркие экспозиции нефтехимиков смогут увидеть и горожане. В ближайшие дни их разместят в парке нефтехимиков. Ну, раз начали говорить о нефтехимиков, вот еще несколько позитивных новостей из их трудовых будней. В компании продолжается череда конкурсов профессионального мастерства. На этот раз свои способности продемонстрировали лаборанты. Соревнования состоялись в научно-технологическом центре, и проходили они аж в четыре этапа. Первый по традиции был теоретический. На втором участникам предложили выполнить четыре практических задания. Третий этап – творческий. Претендентам на победу нужно было рассказать о себе. Сделать это можно было в любой форме. Жил-был один мудрец. Это был очень умный и уважаемый человек. Одного завистника очень раздражало то, что мудрец знает ответы на все вопросы. Заключительная ступень – проверка знаний по охране труда. Все призеры получили дипломы, подарки, бесценный опыт и, конечно, массу положительных эмоций. А вот в стенах колледжа нефтехимии и нефтепереработки провели конкурс среди молодых электриков Нижникамс-нефтехима. За звание лучшей по профессии боролись 14 представителей предприятия. Возможность показать свои навыки получили и четверо студентов колледжа. Каждый был настроен только на победу. Приятно видеть столько молодых, активных ребят. Хочется вас поблагодарить за ваше участие, за вашу учебу. И очень будем рады вас видеть у себя на нашем предприятии публичного акционирования Нижникамс-нефтехима. Несмотря на то, что разница в стаже работы очевидна, условия для всех участников были одинаковые. В общем, все ребята смогли показать, на что они способны. Помните, совсем недавно мы рассказывали вам о девочке с добрым сердцем, Лизе Спиранской. Так вот, на этой неделе она побывала на приеме у президента Татарстана Рустама Миниханова. Вместе с ней встретились с самым главным человеком республики еще 14 счастливчиков. Для активистов различных сфер жизни перед встречей провели экскурсию по Музее истории государственности татарского народа, президентскому дворцу и показали рабочий кабинет Рустама Нургалевича. В подарок за активную жизненную позицию президент подарил ребятам планшеты и поздравил с наступающими новогодними праздниками. Робо-квант, нано-квант, энерджи-квант, нейро-квант, гео-квант, промышленный дизайн. Для кого-то это набор непонятных слов, а для детей, обучающихся в кванториуме, будущее в новом формате. Технопарку исполнился год, сегодня в его стенах занимаются сотни детей. Каждый, кто открыл для себя эту модель дополнительного образования, надолго остается в семье кванторианцев. Я здесь нашла, самое главное, друзей. Очень много. Очень много путешествий, путешествую по России в плане конкурсов. Ежегодно воспитанники кванториума участвуют в конкурсах различного уровня. В этом году маленькие гении приняли участие в более чем сотне международных, российских и республиканских мероприятиях. В Татарстане подвели итоги республиканского конкурса самый благоустроенный населенный пункт республики. За звание лучшего боролись 24 города. Нижнекамск стал безусловным победителем. К нему присоединились и Камские поляны. Уходящий год для Нижнекамска был очень продуктивным. Одни из самых масштабных проектов открытия новой школы «Норма-36» и детского сада «Мы». На их строительство было потрачено порядка 750 миллионов рублей. В основном воспитанники учреждений – дети работников градообразующего предприятия Нижнекамск-Нефтехим. Компания взяла это учебное заведение под свое надежное крыло. Вдова легендарного нефтехимика Николая Лимаева записала новогоднее обращение к жителям Нижнекамска. В нем она благодарила горожан за то, что аэропорт Бегишево теперь будет носить имя Николая Васильевича. Давайте посмотрим это видео вместе. Желаю вам всем счастья, здоровья, чтобы жизнь вас радовала и ваш красивый город приносил вам удовольствие. В Нижнекамске начал курсировать сказочный новогодний трамвай. Первыми пассажирами стали ребята из интерната для слабослышащих. Вместе с героями сказки дети стали участниками новогодних приключений, с удовольствием ответили на вопросы викторины и получили подарки от самого Деда Мороза. В преддверии нового года нижнекамцы выстроились в фигуры, напоминающие ель и цифры 2019. И сделали они это с помощью автомобилей. В акции участвовали более 50 водителей. Напомним, в минувшем году за неделю до нового года нижнекамцы из 70 машин собрали снежинку и дату 2018. В позапрошлом году выстроили фразу с новым 2017 годом. А теперь, внимание, очень полезная информация. Определен график движения общественного транспорта в новогоднюю ночь. 31 декабря трамваи будут курсировать круглосуточно, автобусы до половины 11 вечера. 1 января трамваи начнут движение с 3.15 утра, автобусы с 5.30. В праздничные дни движение общественного транспорта будет осуществляться по расписанию выходного дня. Ну вот и подошла к концу последняя в этом году передача. А напоследок ловите от меня новогодний рецепт счастья. Возьмите много-много любви. Это главный ингредиент. Добавьте две пригрышни щедрости. Плесните туда же юмора. Посыпьте добротой. Добавьте хорошего настроения. И все это хорошенько перемешайте. Принимайте внеоправданно больших количествах. И тогда, когда вам вздумается. Так вот, друзья, я желаю вам, чтобы в новом году этот рецепт счастья не истощался. А наоборот, пополнялся все новыми эмоциями, новыми открытиями, новыми составами и порошками. Не бойтесь добавлять в этот рецепт и свои самые смелые ингредиенты. Поздравляю вас всех с наступающими праздниками. Приведите их ярко. Ну а мы еще обязательно увидимся в новом году. Буду ждать этой встречи с нетерпением. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok